Дочь задержанного ученого и борца за права человека Ильхама Тухти выступила на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Джавхар Тухти обратила внимание мирового сообщества на беспредел китайских властей следующими словами. «Сам факт, что человек является уйгуром, квалифицируется в Китае как преступление. Мой отец, будучи известным экономистом и борцом за свободу слова, никогда не поддерживал экстремизм. Но сейчас его содержат под стражей, и причиной этого стала его борьба за права человека и свободу вероисповедания. На стенах смотровой башни Атакуле, расположенной в Анкаре, было отражено изображение флага Китайской Народной Республики, являющейся главным инженером геноцидов в Восточном Туркестане. День китайской культуры, организованный по случаю 70-летия Китайской Народной Республики, прошел в центре Япыкреди Бамонтия. В мероприятии принял участие консул Китая в Стамбуле. Несмотря на то, что Турция и Китай расположены далеко друг от друга, народы двух стран близки по духу, заявил китайский консул. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абду Джалил Каракаш осудил сторонников Китайской Народной Республики. Многие страны в силу своих интересов предпочитают молчать, несмотря на очевидный беспредел китайского правительства. С каких пор тюрки и китайцы стали близкими по духу? Нынешнее положение Восточного Туркестана напрямую связано с состраданием наших предков, оказанным бездомным и голодным китайцам. Для того, чтобы понять хитрую натуру китайцев, достаточно взглянуть на ближайшую историю Восточного Туркестана. «Я призываю всех быть осторожными в отношении коварных китайцев», – сказал Каракаш. Выступая на мероприятии под заголовком «Нарушение прав человека в ульгурском регионе», организованном в рамках 74-го собрания Генеральной Ассамблеи ООН, помощник министра иностранных дел США Джон Салливан призвал ООН взять под контроль китай по вопросам нарушения прав человека и свободы вероисповедания. Салливан напомнил, что в результате исследований США, международных институтов и ООН выяснилось, что с апреля 2017 года по сегодняшний день в лагерях содержатся миллионы ульгуров и других тюрков. «Мы располагаем доказательствами смертей, принудительного труда, пыток и унижений, происходящих в данных лагерях», – подчеркнул Салливан. Глава Американской палаты представителей Нэнси Пелоси выступила на пресс-конференции, организованной после переговоров с демократами. Напомнив, что во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп потребовала от украинского коллеги организовать допрос демократа Джо Бидена, Пелоси заявила, что действия Трампа ставят под угрозу национальную безопасность США. Пелоси сообщила о том, что палата представителей предприняла первый шаг для отстранения Трампа от должности. «Трамп должен ответить за все. Никто и ничто не может быть превыше закона», – сказала глава палаты представителей. Выступая на 74-м собрании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган осудил Израиль из-за оккупации палестинских территорий. Эрдоган выступил со следующими словами. «Израиль приступает все законы и человеческие ценности. Я задаю вопрос отсюда, с трибуны ООН. Каковы границы Израиля? Те, что закреплены в 1948-м, или те, что установлены в 1967-м? Или же есть другой план?» В свою очередь король Иордании Абдалла II напомнил, что Иордания и Египет являются единственными странами региона, имеющими дружеские отношения с Израилем. Абдалла подчеркнул, что включение западного берега реки Иордан и близлежащих территорий в карту Израиля негативно скажется на отношениях Тель-Авива с Каиром и Амманом.